Им играли Александр Гайду, бас Павел Бартыненко, гитара Кирилл Сипурко, барабаны Я говорил, Кирилл, подгибай первый из истории, пока он живой У меня перенес фотографии на память будет детям показывать И Олег Сипурко, флюгельгор Но мне это повезло больше всех, потому что я с Толей в детстве Играл вместе в ансамбле Локтево, где он играл на кларнетике Я был солистом, выходил, играл в неаполитанский танец И мы вместе ездили с ним в арте, ходили в походы Я был с ним в одном отряде И когда начался аджаз, мы вместе с ним стояли на бирже, ждали этих алтур И даже играли на этих алтурах Как сейчас я помню, мы играли в электроуглях Это жуткий городок, где дырил угли для огромных прожекторов Которые употребляются и в кино, и в войне, чтобы выстречивать самолеты Так вот эти самые угольщики, которые приходили черные, как негры Это был такой горлем подмосковный И были все бухие Я как сейчас помню, мы очень испугались этих негров русских Таких работяг, пьяных, сосисков И мы, значит, решили выпить перед выступлением И как на зоне оказалось еще пить И тогда Толя предложил верхнюю часть от кларнета Мы так держали его очень плотно, чтобы не пролилась водка И из этого кларнета выпили и пошли играть Он говорит, давайте по очереди Я так понял, что первым больше достанется, может быть, сбежать Возможность Но они нас очень тепло приняли Первый пошел Толя на кларнете, я на трубе Потом барабанщик выскочил И мы заиграли, когда смятые в райдут А сегодня мы подготовили две композиции Первая композиция Это композиция Анатолия Герасимова Не горит в огне, в огне не горит И второй композиция, который мы специально написали для него Да, две песни И второй композиция, который специально написали для него Дело в том, что многие знают, что у Толи была кличка Муму Но я знаю еще более древнюю кличку, когда его звали Керосином И когда его спрашивали, а почему вас звали Керосином Он говорит, в интервью некто, я не знаю, почему ты звали Вот, и вторая песня называется так Не горит лампа без керосина Все у нас с огнем связано Итак, первая композиция, которая называется Не гореть в огне АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Анну Королёву приглашаем, сыграем. Субтитры создавал DimaTorzok И Антон Котиков еще присоединяется к нам. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова И, конечно, российский период у меня оставил самые приятные воспоминания, потому что я получил очень хорошую школу, закалку. То есть я действительно научился играть джаз еще в Москве. Ну, давайте постепенно перейдем к американскому периоду. Дело в том, что Толя Герасимов приехал в Америку раньше, чем я, ну, наверное, на год-полтора. И, естественно, когда я приехал в Нью-Йорк, в частности, я ничего не знал о джазе, кто, где. Я и по английски-то очень слабо разговаривал. А он меня сразу как бы подхватил и вел в джазовый мир Нью-Йорка. И вообще мы сразу же организовали оркестры, мы начали играть композиции, как Ю.О, он же был еще композитором, и мои, естественно. И постепенно мы начали знакомиться со всеми знаменитыми музыкантами, которые вы только можете представить. Мы играли с Толей в джазовом клубе, назывался Half Note, это половина ноты, и она напротив был другой, более известный джаз-клуб. Я уже только не помню, как он назывался, но вот мы куда-то выходили на перерыв, и мы даже в самое время из другого этого клуба выходил там, скажем, Штентгетт, или еще кто. А к нам в клуб, он, где мы работали с Толей, назывался Under the Clock. Кстати, Under the Clock, это где мы работали с Толей, а Half Note, это вот там, где работал, скажем, тот же Штентгетт и прочее. К нам в клуб приходили джазовые музыканты после того, как они уже отыграли свои выступления, и как бы потусоваться, поиграли себе. Вот в этом клубе мы и работали. В том же клубе мы встретились с нашим продюсером, который дал мне возможность записать свой первый альбом. И вот мы организовали с Анатолием Герасимовым группу, которую мы назвали «The Russians Arkaming». Был такой фильм американский, и в переводе «The Russians Arkaming» это как бы русские выступают. Тогда была комедия, как кино, но наша группа не была комедийной, поэтому мы стали выступать. Мы нашли там менеджера, который подготовил нам площадки, где выступать. Мы выступали на Ньюпорском джаз-честивале, тем же составом, что Анатолием Герасимовым. И, кстати, еще один российский саксофонист, который тоже сейчас живет в Нью-Йорке, можно сказать. И у нас было два саксофониста в группе, тенориста. Значит, второго саксофониста звали Игорь Высоцкий. Игорь Высоцкий, кстати, послал мне вызов, чтобы я уехал из Советского Союза. Ну, давайте еще немножко в заключение хочу сказать, что встречи с знаменитыми музыкантами постоянно проходили. Я вот помню однажды, когда нашу группу пригласили в студию культуры и музыки, в студию, которая записывала шоу для телевидения. И в это же самое время там был состав Биланс. Кто любит джаз-маги, кто такой Биланс. И вот мы были так взволнованы, мы хотели поговорить с легендой. А он был такой какой-то замкнутый и что-то в себе. И понятно, что Билл и Толя, кстати, говорил на английском языке гораздо лучше, чем я. А он почти не реагировал. И единственное, что у меня потом такое воспоминание, когда позже я встретил Билла Эвенса уже в знаменитом «Баттон Лайн» такой клубе в Мью-Йорке. Он только что родился сын. И он держал его на руках в перерыве. И я увидел, что его лицо светится. Просто был совершенно другой человек. И вот как бы это все связать, что буквально через месяц, а то и меньше, Билл Эвенс просто ушел из жизни. И его последний альбом Билл Эвенса назывался «You must believe in spring». То есть мы должны верить в десну, короче говоря. И это произведение было написано знаменитым французским композитором Мишель Легран. И я думаю, что это правильно будет, если я сейчас для вас исполню это произведение. То есть оно мне очень близко тоже по духу. Потому что, во-первых, Мишель Легран совершенно гениальный композитер. Кстати, большой любитель джаза. То, что любитель, он регулярно приезжает и играет в джазовом трюо. Представьте себе. Ему уже, наверное, под 80 сейчас. Вот. Вот я вас прошу послушать вот это произведение. «You must believe in spring». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Штульчик-то есть? 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Казахстан Казахстан Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА